Углекислый газ в атмосфере Земли достиг рекордной концентрации. Об этом сообщили эксперты ООН. Уж не знаю, где они раздобыли данные времен Адама и Евы, но за последние 800 тысяч лет скопление СО2 сегодня наиболее угрожающее. А можно ли что-нибудь изменить, чтобы не задохнуться или не сгинуть от изменения климата? Каждый в ответе за это, считает наш корреспондент Анастасия Дегтяр и герои ее сюжета. Мировая дилемма. Как сделать так, чтобы климатический след человека не стал пятном на репутации всего человечества? Это такой парниковый эффект в миниатюре. Вот эта лампа, она изображает собой Солнце, оно также светит на нашу Землю, да. И вот эта пленка, это как бы наша атмосфера. И за счет того, что она наполняется парниковыми газами, она становится жесткой. Пропускает тепло внутрь, но не выпускает его обратно. Экологический процесс, по сути, скрывается за высокопарными. Энергоэффективность и модернизация. А в подтверждение, запуск атомной электростанции позволит Беларуси сократить выброс СО2 на 10 миллионов тонн. Дышится намного легче тут, чем в городе. На лесной озонотерапии рассуждаем о химической реакции зелени. Чистый еловый древестор способен преобразовать углекислого газа в кислород. Порядка 33 тонн ежегодно. Один гектар елового древестора. Но остальные породы, хвойные, сосна, приблизительно такие же нормативы. Три года назад Браслов присоединился к европейской инициативе соглашения мэров. К слову, белорусских городов-подписантов международного пакта больше 20. Неформальный клуб городов решает урбанистическую проблему выбросов СО2. К слову, Копенгаген уже к 2025 году должен стать первой в мире столицей, которая прекратит выбрасывать углекислый газ в атмосферу. А белорусский Браслов нацелен к 2030 году стать первым городом в Беларуси с нулевым выбросом. Наши леса национального парка способны поглощать. Легко? Да, слегко и в полном объеме. Даже есть запас, я бы так сказал. Амбициозный проект под кодовым названием «Браслов. Климатический нейтральный муниципалитет» уже воплощается. На так называемой «Буркованке» в центре курортного города уже появились фонари на солнечных батареях. Меняется освещение на эффективное светодиодное и на других улицах. Костел Браслова греется за счет геотермальной системы, то есть тепло приходит от энергии земли. В планах у нас ближайших это установка солнечного гелевого коллектора для подогрева воды в детском саду. И самый масштабный проект это реконструкция котельной. Будет установлено котельное оборудование, работающее на щепе. Тем самым мы увеличим долю использования местных видов топлива. Эта система работает, даже большие морозы. А это настоящий колледж будущего в городском поселке Витзе Брасловского района. Уже 7 лет как научились направлять энергию солнца в экономное русло. На крыше общежития разместилось 10 панелей солнечного коллектора. Такой технический орган играет настоящую экономическую симфонию. Природная сила преобразуется в мощность 50 киловатт. А это в целом позволяет нагревать в год почти 250 тонн воды. Световая энергия солнца преобразуется в тепловую. И посредством теплоносителя передается в теплообменник. И нагревается горячая вода. Производство Республики Беларусь. Летом природный источник заменяет сетевого конкурента полностью. Зимой частично. Стратегия экономии здесь во всем. Огромная ангарная лаборатория колледжа занимает 1600 квадратных метров. Чтобы отопить здание природным газом, ежемесячно пришлось бы тратить примерно 48 тысяч рублей. Деньги на ветер и на отопление решили не выбрасывать. Теплогенератор работает на отходах древесного производства. Получились у нас такие вот пилеты, которые мы можем использовать. Куда? Для печки. Как топливо. С местными видами топлива экспериментируют и кобринские школьники. Теперь в топку они предлагают отправлять опавшую листву. Если не делать пилеты, то придется вывозить листья, а потом и другие шкалы будут вывозить. И образуется одна большая свалка. Для того, чтобы из осеннего Ковразии сделать деньги, наладили школьное производство. Закупили измельчитель листвы, учителя сами смастерили пресс. Провели здесь и опыт. И горит такой пилет не хуже дров. Скоро, впору, будет вводить и новую дисциплину – пилетопроизводство на уроках труда. Кстати, продукт догорения планируют отправлять в сельские школы и детские сады. Если этим топить, так оно намного эффективнее получится. Им быстрая температура находится. В атмосферной таблице Менделеева немалую долю занимают и транспортные вредные выбросы. Так сказать, комфортная жизнь с выхлопной трубой. В доиндустриальную эпоху, впрочем, и сейчас еще лошадь можно использовать как самое, что ни на есть, лучшее транспортное средство. Особенно в деревне. Например, можно съездить к соседу в соседнюю вёсочку. А можно и вспахать огород. Ну что, поедем по делам? Давайте ко мне по воде. Но! Олег Девятовский уже 10 лет на коне. Красавчик конкурирует с трактором и автомобилем. В сельской жизни парнокопытный экотранспорт по-прежнему на ходу. На маленьких проусадебных участках им даже выгоднее делать, чем трактором. А вот в городах Беларуси 70% загрязнения воздуха приходится на автомобильный транспорт. И здесь той самой искусственной вентиляцией легких, которая помогает дышать горожанам, становится электротранспорт. Реакция замещения на дорогах столицы всё больше курсирует отечественных электробусов. Футуристические реалии. Здесь кажется, что космос уже не предчувствие о уникальном виде транспорта, который идёт в разрез восприятием, беседуем на вокзале будущего. В несколько раз более экологически чистый, чем любые существующие на данный момент транспортные системы. Этот комплекс абсолютно уникален. Это первое практическое воплощение технологии струнного транспорта в мире. Создана эта технология белорусским инженером Анатолием Эдуардовичем Геницким. Это испытательный полигон белорусской разработки. Транспорт нового поколения основывается на струнных технологиях. Электрические юнибусы парят на высоте, тем самым не нарушают рельеф местности и не оставляют шлейф из выхлопной трубы. Сейчас белорусский юнибайк проходит приёмочные испытания и сертификацию, поэтому прокатиться с ветерком не получится. Но мы можем позаниматься фитнесом, включить вот такой велорежим. Это нужно для того, чтобы, например, в ножном режиме доехать до пункта B или подзарядить батарейку. Модельный ряд от двухместных до 24. Скорость электрогабина развивают до 150 км в час. Есть ключ зажигания, его нужно перевести в режим включено. Нажать и удерживать 2 секунды красную кнопочку. А где газ давать? Всё, вот газ. Мать родная. А здесь обкатывается первый белорусский электровелосипед. Мы проводим свой эксперимент и замеряем максимальную скорость, которую может развить двухколёсный транспорт. Максимум на спидометре 35 км в час. Такая альтернатива для тех, кто не любит крутить педали или в силу возраста предпочитает воздержаться от физического интенсива, но ценит время и не хочет загрязнять окружающую среду. Мы разработали мотор-колесо, которое практически может быть использовано на любом существующем нашего обывателя велосипеде. Для того, чтобы Беларусь пускай и не стала экологическим раем, но оправдала своё звание «Лёгкие Европы», в нашей стране постоянно проводится работа на государственном уровне. Но, по сути, каждый из нас может и должен заботиться о том месте, где ему дышится легче. И это просто в нашем потребительском обществе больше думать о важных природных акцентах. А в грядущие праздники можно просто вместо фееричных подарков презентовать, к примеру, бабушке энергосберегающую лампочку или отправиться в магазин за покупками с авоськой, а не с полиэтиленовым пакетом. Анастасия Дегтярь, Пётр Бутрим, Картина мира.